Привет, привет всем! Вчера я надеюсь, что вы выполнили первый день прокачки ягодиц, если никто не зашел случайно на второй сразу день, то я советую перейти на первый и выполнить его сначала. Обязательно отписаться, поставить плюсик также для обратной связи, если вы выполнили этот день в комментариях, естественно. Два плюсика, если вы выполнили 20 подходов, три плюсика, если 30 подходов. И затратили больше получаса на эти все упражнения, естественно. Естественно, не считая отдыха. Значит, сегодня у нас в программе динамические, статические упражнения и не только те упражнения, которые задействуют ягодичные мышцы, но также и внутренние мышцы. Это внутреннюю запирательную мышцу. Ну, естественно, это... Сейчас я вам покажу, где это находится. Это внутри под ягодичной мышцы находится грушевидная, потом верхняя близнецовая мышца, потом внутренняя запирательная и нижняя близнецовая. Они мышцы вот так вот располагаются параллельно земле практически, да, и тоже достаточно тяжело прокачиваются, то есть специфическими упражнениями только. И они также, так сказать, очень важны в нашем теле, не только ягодичная мышца важная, она просто большая, поэтому все уделяют внимание ей, и чем больше эта мышца, соответственно, тем красивее поха. Вот. Значит, ну, поехали. Значит, начнем обязательно с разминки, потому что обязательно после того, как мы выполнили упражнение вчера, и что-то у кого-то болит, если у кого-то что-то сильно болит, то я советую сделать комплекс уже завтра. Значит, обязательно начинаем все с разминки. Это встряхивания идут, да, вот такие вот легкие встряхивания ног. Так вот можно даже попрыгать чуть-чуть, и, соответственно, переходим на, опять же, пружинистые такие отскоки, пружинистые аккуратненько так. Чувствуем, как после вчерашнего немножко побаливает икроножные мышцы, это хорошо, это очень хорошо. Значит, главное, чтобы не было никаких серьезных болей, если у вас какие-то, может, травмы, то не надо переусердствовать, потому что, если вы чувствуете какую-то неправильную боль, которая, ну, говорит о том, что у вас какие-то проблемы, то лучше задать задание либо прекратить, либо уменьшить нагрузку силовую. Вот, аккуратненько прыгаем, 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 прыгаем. В обе стороны, в сторону так же. Отлично, отлично. Переставим музыку, как в первой части. Обязательно, я думаю, под музыку тренироваться веселее, или с плеером по ушах. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Дальше такое простое упражнение идет. Очень простое, но его главное правильно выполнять. Можно либо опереться, можно либо без опоры. Значит, выполняем вот такой мах ногой. Притом, при всем, стопа находится параллельно полу. Не так. Совершенно другие мышцы задействуются. А, нас же интересуют мышцы нашей попы. Поэтому, вот так, немножко отводя ногу назад, отводя ногу назад, можно даже пяточкой развернуть стопой вниз. И, соответственно, корпус у вас на той же плоскости остается, да? Куда идет нога. Ну, гибкости у меня, к сожалению, не хватает. Имеется в виду гибкости ног. Потому что в моем спорте гибкость ног, но именно в марафоне не нужна в плавании на короткие дистанции. Там, конечно, это все задействуется. То есть, у плосков более гибкие мышцы, чем у марафонцев. Более, ну, имеется в виду ног. Вот. Дальше также абсолютно выполняем другую сторону. Все то же самое. Не смотрите, что у меня кривая нога. Она такая с рождения. Вот. Я думаю, что у вас все более гораздо интереснее привлекательнее. Чувствуем, как вчерашние мышцы. Сегодня, кстати, выполняете упражнение, мы уже чувствуем, какие мышцы работают. Потому что они немножко побаливают. А это значит, что мы все делали грамотно на именно те мышцы, которые нам нужны. Делаем так же 10, 20, 30, да? В зависимости от сложности, кто какую себя задал. Дальше. Дальше следующее упражнение. Это, типа, как называют, собака. Собака. Но не та, что в йоге, а в морду, в морду вверх. А это просто такая веселая собачка, которая задирает заднюю ногу. Вот она вот так задирает. А мы задираем ее назад. Вот такая неправильная собака. Вот. При том, при всем, еще поднимаем переднюю правую лапу вверх. Максимально высоко. Вот так вот. И заднюю ногу обязательно максимально высоко. Также идем по плоскости нашего тела. То есть не отводим никуда назад. Ну, там, в бок, вернее. А отводим чисто назад по одной плоскости. Дальше. Вторая нога также. Уже чувствуем, что здесь напрягается ягодичная мысль. Вот. Отлично. Теперь просто встаем. Также на корточке, да? Как собачка. И поднимаем ногу уже вот так согнутую. Вот так наверх. И не опускаем ее. То есть вот такой незначительный ход. Тоже 10, 20 или 30 раз. В зависимости от вашей подготовленности. Также вторую ногу. Лучше, конечно, выполнять с ковриком. У меня коврика нет. Поэтому немножко болезненным коленем сейчас. Но мне он, в принципе, нафиг не нужен. Ну, что он скользит. Мне не нравится это. Есть, конечно, коврики, которые не скользят. Я думаю, у вас есть. И как мне не дают руки на него. Зато у меня дошли руки до мяча. И вообще упражнения эти специально записываются для моей мамы. Потому что она очень просит. Говорит, что ты по мне не совсем не ходишь. Хотя бы записывай видео для того, чтобы я могла дома заниматься. Ну вот, в принципе, я и решился на эти фидосики. Значит, дальше. Дальше, что мы имеем? Мы имеем динамические приседания. Поехали. То есть, руки, ноги чуть шире плеч. Руки впереди. И выполняйте приседания. Также 10, 20, 30. И стопы параллельно друг к другу должны постановиться. Чтобы задействовать те мышцы, которые нам нужны. Чувствуются уже. Сильно чувствуются. И как вчера. Упражнения эти выполняли. Вот. Тоже не мои специфические мышцы. У меня в основном верхний плечевой пояс рабочий. А здесь они как бы отдыхают. Вот. Я их задействую сейчас. И мы знаем, что если уделить внимание одной какой-то группе мышц, да, ну, либо это верхний плечевой пояс, либо нижний, то вторая группа мышц прекратит свой рост в силу того, что первое будет не развито. То есть, если вы уделяете внимание плечевому поясу, но не уделяете время своим ногам, то мышцы плечевого пояса расти больше не будут или медленно будут расти, а ноги оставаясь худыми, да. То есть, должно быть все гармонично развито. Дальше. Дальше. Подъемы ягодиц. Как сделали, сделали это упражнение, да. А, выполнять лучше, конечно, на опоре на какой-нибудь, но можно, в принципе, и на полу поднимаем ягодицы, таз, вернее, свой, задействуя все мышцы там, в том числе мышцы поясницы, у кого проблемы, да, тоже хорошее упражнение. Я посмотрел мои видосы с, мой видос один он, с упражнениями для поясницы, там такое упражнение есть, естественно. И чуть-чуть можно задержаться даже. Задерживаемся. И дальше повторяем еще. Также 10-20-30. Кто на какой плюс идет в комментариях, не забываем ставить плюсики. Так. Отлично сделали. Дальше, дальше. Следующее упражнение у нас называется скалолаз. Скалолаз это что у нас? Типа в горизонтальной плоскости, только не вертикальной, конечно, к сожалению. Вот. Может быть, к счастью, я бы лично никуда не полез на гору. Значит, становимся вот такой планку, планочку. Такую, чуть распрямляемся, сильно зад не задираем. И такое упражнение выполняем. Колено к себе и чуть-чуть отводим ее в противоположную сторону. Так. Так. Так, с каждой ногой 10-20-300 раз. Вот. Потом сразу встаем к планку на локте. Вот так вот. Стоим чуть-чуть. Но секунд хотя бы 10 простойте. 20-30, я не знаю, кто там сможет. Вот. И вообще в идеале мы стояли 5 минут, но это когда на пике формы. И уже стоишь вот так вот здесь трясешься. Потому что весь потеешь. Потому что статика это тяжелое задание. И теперь опять то же самое делаем. Уже с планки на локтях. На локтях хотел сказать. Опа. Уже такое достаточно серьезное упражнение. Если кто может, может сделать вот так. У меня тут место мало. Отведение. Отведение в сторону. В противоположной конечности. Вот так вот водится. Остаются на двух конечностях. Только в равновесии держать. Вместо мало. Значит дальше у нас прогиб. Планка такая прогибная. Ложимся. Ложимся. Опа. Чуть-чуть можете отдохнуть. Чуть-чуть. И так же. Конечность у нас противоположная. Правая, левая. Поднимаем. Не опускаем. Вот так вот. Здесь уже 20, 40, 60 раз. То есть в два раза больше увеличить количество подходов. Повторения вернее. Так, делаем, не опуская ногу, не опуская руку до конца. Чувствуем, как напрягается у нас мышцы попой. Чувствуем, чувствуем, чувствуем. Дальше. Противоположной конечности. Все, отлично, отлично. Держим, терпим, держим, терпим, держим, терпим. Дальше, когда сделали это все, можете отдохнуть чуть-чуть. И поехали, два. Четыре конечности сразу задействуются. Здесь 10, 20, 30. Потому что это тяжелое здание. Достаточно. В основном оно на поясницу. Если мы делали это чисто на ягодичную мысль, то здесь на поясницу больше. Вот. Дальше. Поехали. Ну все знают упражнение, наверное, уже кто смотрел. Упражнение бюрпи, а обратный бюрпи. Очень эффективные и полезные упражнения на самом деле. Правда название мне не совсем нравится. Вот. Типа как наш упор присев, упор лежа. В общем, поехали. Обратный бюрпи. Ложимся на спину. Блин, я боюсь потолок прошибить сейчас. Головой. Люстры у них. Встаем и подпрыгиваем. Потом ложимся обратно. Подпрыгиваем. 10, 20, 30. Выполняется в быстром темпе. Все. И с каждым занятием у нас темп возрастает. Мы же хотим не только накачать ягодицы, но еще подхудеть чуть-чуть. И, друзья, значит, что я делаю? Ошибку какую сделал вчера. Буквально 3 дня назад начал соблюдать диеты после месяца отдыха от спорта. И взял и нажрался. Вчера на ночь заказал пиццу большую, 40 сантиметров на толстом тесте с белым соусом, с колбасой, с ветчиной, с хамоном. Не знаю, с чем там вкусно. Очень была. Да, она есть еще. И пол пиццы этой заточил. В общем, хотя у меня вчера была чисто белковая диета такая с ограниченным количеством углеводов. Но сильно тоже ограничивать нельзя, потому что это очень вредно. Организм должен получать все в совокупности. Лучше, конечно, если вы питаетесь раздельно. Но я об этом еще буду делать видео по питанию. Если кому интересно. Вот. Но отдохнули после бёрпи. Поехали тогда дальше. Дальше у нас идет бёрпи, только передний. Если кто может, выполняй с сжиманиями. Это очень эффективное упражнение. На самом деле. Тут уже и верхний плечевой пояс, и поясница, и, конечно же, мышцы ягодичные, и квадрицепс, и бицепс. Все тут прокачивается. Если выполнять отжимания вот так вот, с широким оплатом, то и грудные мышцы прокачиваются. Фух! Сам устал, потому что давно не занимался спортом, месяц уже. Вот. Второй день только пошел. Так что вместе с вами прогрессируем. Так сказать, начинаем с нуля. Вот и все на сегодня. Поэтому прошло буквально там 16 минут нашей тренировки. Я устал, как собака. В общем, надеюсь, что вы так же устали. И сейчас у вас отходники, и вы кайфуете. Ну все, чао. Я поехал на подводную охоту ловить рыбешку. Пока-пока.